Доброй всем ночи, дорогие друзья! Я уже тут чаёмничаю, уже полчаса как, и решила вам, ещё, так сказать, на обсуждение, подкинуть следующую тему. Разговариваю я недавно со своей подругой, с Ольгой Харламовой. Она сына выпускает в этом городе. Школу он заканчивает. И мы с ней, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И вдруг она мне говорит, или я у неё спросила, я говорю, Оль, а в какой сумме-то речь идёт, что с вас там, что вы там собираете на выпускной? Она говорит, ой, над, 15 тысяч. Я говорю, сколько? Она говорит, 15. А может быть кто-то сейчас там слушает меня, скажет, ну так это ещё мало. Но когда я услышала эту цифру, мне это показалось просто дикостью. Я сразу, я в математике слаба, но если даже 20 человек, это... Это 2 по 15, 20 и 5, 5 и 2, 10 и 30 тысяч. Нет, что-то я не то считаю. 15 это 300 что ли тысяч? Нет. Ну, подожди, если в классе 20 человек и все по 15 тысяч, это получается 200, правильно, 300 тысяч. Вы представляете, я посчитала. 300 тысяч. 300 на 20 человек 300 тысяч. Это что же за такие деньги? А Ольга получает месяц, ровно 15. Музыкальным руководителем дошкольного образовательного учреждения работают. Я говорю, Оля, за что такие деньги-то? Она мне говорит, Над, ну ты понимаешь, там же нужно и на последний звонок, значит, всем подарки, и на выпускной всем подарки, и альбом сделать фотографии, и покушать. Я говорю, Оля, может, я действительно отстала от жизни. Мои дети учились давным-давно, и школу закончили моим уже 34 и 30, двум сыновьям. Может, я так отстала от жизни. Но я хочу вам сказать, что я никогда в школу не принесла ни рубля. Вы можете мне не верить, это ваше личное дело. Но, когда дети приносили дневник, там было написано сдать на краску, сдать на охранника, сдать на ремонт еще что-то там, парты. В общем, все время сдать, все время сдать, сдать, сдать. Я под этой надписью, то, что записано там было, я расписывалась всегда, но никаких денег не давала. Дети, конечно, мне расстраивались, мама, учительница опять скажет, вот, а ему не даете? У нас полная была семья, пока я не похоронила супруга своего. Но уже его когда не стало, они еще учились в школе. Но даже тогда, когда Дима, мой супруг, Царство Небесное, он был жив, была полноценная семья, я никогда не давала денег. Я пришла один раз в школу, и сказала учительнице, что ты, Наташа, тут наелась, а? Я говорю, вы мне, пожалуйста, не пишите ничего в дневнике, я денег никогда никаких не дам. Она говорит, а почему это вы вдруг не дадите? Я говорю, не хочу, у меня в семье иные приоритеты, мне на другое нужны эти деньги. У нас государственное обеспечение, и мне совершенно все равно, какой будет краской покрашен класс. Мне важно, чтобы дети получали знания, а то, что стены будут зеленые, или синие, или розовые в цветочек. Я говорю, мне это совершенно все равно. В театр пойдут, я на билет, конечно, дам, они пойдут, купят билет, пойдут, посмотрят. Здесь я конкретно знаю, куда идет мой ребенок. А то, что там вы, куда-то там охранники какие-то, там гвоздики какие-то, там полочки, чего-то еще. Я говорю, вы меня простите, пожалуйста, но все-таки у нас пока, но в тот момент вообще, это сейчас уже забираются все перевести на платное, чтобы там мне недавно сказали, что, оказывается, какие-то части дисциплин будет бесплатно, государство будет обеспечивать образование каких-то основных предметов, остальное все будете любезно заплатить. Но я сейчас говорю как раз вот о таких поборах, которые вот постоянно в школе имеют место быть. Я ни на что никогда не давала, и мне всегда родители говорили, Наташа, значит, будут к детям плохо относиться, все, говорю, пусть только попробуют, я им отнесусь. Мало не покажется. Все было хорошо, все было нормально. Однажды что-то там сказали, какую-то гадость, директора, фамилия Горбатов. Сын ушел из школы, пришел домой, я говорю, что случилось? Да, мама, меня директор, ну, оскорбил там, что-то там, туда-сюда, я говорю, ну, и не ходи в школу, ну, и не надо. И он не стал ходить. День не ходит, два не ходит, а старший учился замечательно, он с трех лет и читал, и писал, и считал, ему в начальной школе вообще делать было нечего, неинтересно было. И они прибежали домой, вот, ребенок, у нас всеобщее образование, ребенок должен ходить в школу. А что это такое, почему он не ходит, я вас умоляю, вернитесь в школу, классный руководитель. Хорошая была, классный руководитель. И класс английский был, он свободно говорит на английском языке. Только из-за нее вот как-то вот было не совсем ловко, что она хороший такой человек. Я говорю, вы знаете, я говорю, сын не будет учиться в этой школе. Я говорю, очень сильно оскорбили, и я его прекрасно понимаю. И уговаривать его, чтобы он туда вернулся, я не буду. Учиться он не будет, настроения у него нет, ничего у него нет. Единственное, что я могу вам сказать, вы напишите ходатайство о переводе его в другую школу. Пишите там, что хотите, не справились там, что мать у него там скандальная, вы про меня можете писать, что хотите. Вот мне все равно, лишь бы чтобы вам, ну как бы, как классному руководителю, не попало за нас. Я говорю, делайте, что хотите, вам карт-бланш. Ну и она действительно написала ходатайство, собрали там комиссию и перевели на другую школу. В эту школу он уже не пошел, это было где-то уже в старших классах. Восьмой или девятый там у него был, я не помню. Вот. Но вернемся к поборам. Вот вы меня простите, конечно, я никогда не буду дарить подарки тем, кому я не считаю нужным. А здесь, понимаете, поголовно. Мне Оля говорит, Наташ, ну надо же всем подарки подарить. Они же, значит, вот сколько учителей, и вот столько, значит, подарков. Они же там посчитали, я говорю, Оля, а если я не хочу какой-то там мариванне подарок этот дарить, почему, почему должен? Ну как вот они там все, все. Я говорю, да как же так, я сейчас сама учительница. Я сама сейчас педагог, я не понимаю, если я заслужу этот подарок, мне его и так подарят. А если я не достойна этого подарка, значит, сиди, говорю, дырку от бублика получай. Не на своем месте уйди вообще из школы. Мне не надо будет, понимаете, я сама приду и подарю этот подарок. Сама его куплю. Не какой-то ширпотреб, который там всем там все туда-сюда. Я очень люблю покупать подарки, дарить эти подарки, делать их необычными, упаковывать, что-то, понимаете, вот такое вот все, чтобы это действительно запомнился подарок педагогу, что вот у меня был вот такой ученик, и вот они с мамой подошли ко мне, поблагодарили, и подарили мне вот этот подарок. Но уж это за конвейер такой, со всех по 15 тысяч содрали, и всем, 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 всем подарки. Не понимаю я таких дел, вообще не понимаю. А на свой выпуск, ну вот лично мой выпуск, на школу вообще не пошла. Мне двойку поставили по физике. Я сначала сдала на трояк, а потом Харкина вернулась, она выходила из класса, говорит, а что Шарапова уже сдала, что ли? А другим там педагоги были, ну я и сдала, пока ее нет. А она вернулась и давала мне. А пускай она еще мне сдает. Я говорю, это с чего это? Мне поставили тройку, я на тройку сдала вашу физику. Нет, ты будешь мне сдавать, она такая вся. Я говорю, ну ладно, села, естественно, она мне двойку нарисовала. Она меня там завалила по полной программе. Я говорю, ну и хорошо. И ушла домой. А весь выпускной был на мне, на маме, на папе. Там и музыка, и столы, и культурная программа. Ну и ко мне пришел завуч, говорит, Наташа, ну что, это праздник? Я говорю, ничего не знаю. Я сдала на три. Я говорю, ничего не знаю. Я говорю, пускай мне ставят тройку, не пойду никуда пересдавать. Да и пофиг мне ваш вечер. Ставьте два в этот самый, в аттестат. Я говорю, я не знаю. У меня какое-то было всегда такое спокойствие в этом отношении. Может быть, я тогда не была верующим человеком. Я не знала, у нас атеистическая семья. Мама про парамос пела, там бабушка, персональные пенсионеры республиканского значения, первые комсомольцы. У нас вообще о Боге никто не говорил, понимаете, вот в семье. И я такая счастливая, когда я потом узнала о том, что лучшего образования, чем образование, которое дает нам Всевышний, образование это приобретение мудрости, мудрости, понимаете? Вот мне ничего не надо, дайте мне мудрости, и от мудрости все остальное все решится. Все решится. И я тогда вот этого не знала, но у меня какое-то подсознание там уже, понимаете, сформировано. Я была настолько спокойна, что я в жизни с этой двойкой в аттестате, мне не страшно. Все что-то тряслись, что-то там пересдавали, все там что-то ходили, конфетки носили, цветочки носили. Я ничего никогда никому не носила, и мама ничего не носила, я не помню такого. Никаких вот этих подмыливаний, подмазываний, ничего такого не было. И когда мои мальчишки пошли в школу, я тоже ничего подобного не делала. Ничего подобного не делала. И никаких не было проблем. Никаких. Сейчас я вам расскажу, как я однажды пришла на урок музыки. Моему старшему поставили по музыке два. Вызвали меня в школу. Я прихожу. Учительница, значит, перед уроком, я говорю, можно мне поприсутствовать на уроке? Я Влада, мама. Она говорит, да, пожалуйста, садитесь. Ирония судьбы. В тот день, именно на том уроке, тема была азербайджанская национальная музыка. Сейчас я вспоминаю это. Так было давно. Господи, сейчас ему 34. А тогда ему было, наверное, лет 10, может быть. Представляете, сколько лет тому назад я даже не могла представить себе, что через много-много-много лет я выйду замуж за мужчину кавказской национальности, именно азербайджанца. И вот тема. Тогда Союз Советских Социалистических Республик в школе изучали национальную музыку. И вот песенка «Цып-цып-цып мои цыплятки». Вот эта песенка. И она рассказывает. Дети все шумят, что-то там разговаривают. Ну, не очень интересно рассказывала. Я сама тоже устала ее слушать. Но она не садилась за инструмент, она не играла эту песенку, а поставила пластинку. Вот закончился урок. Дети все вышли. Мы остаемся с сыном. Она, да, вот очень хорошо, что вы пришли. Это очень хорошо, потому что ваш сын имеет двойку. Он, значит, вообще ничего не понимает в музыке. Он мешает мне вести уроки. Он совершенно не какущий. В общем, все, отбросы общества. Вот эта вот фраза – отбросы общества. Ох, как оно меня задело тогда. Думаю, ну я сейчас тебе отброшу. Я говорю, Владик, а ты мелодию запомнил, песенки, которые сегодня выучили? Он говорит, ну в общих чертах, да? Запомнил. У него абсолютный слух у Влада. Он в бабушку, в мою маму пошел. У него абсолютный слух. Ну я говорю, давай сядем за фону, сыграем. Мы сядемся с ним за фортепиано. Он мелодию. А я аккорды. Мы в четыре руки забацали этих цыплят. У него такие глаза открылись. А мы играем. Ну и все. И я говорю Владику, ай-яй, выйди туда, подожди меня. Я говорю, я сейчас, сынок. И потом я и говорю, при закрытых уже дверях. Я говорю, а вам слабо? А вам, говорю, слабо сесть за инструмент и сыграть? Пластиночку поставили. Трекаете тут. Что, говорю, у меня? Я говорю, я там чуть не уснула, говорю, за партой. Что вы хотите-то? Какого поведения вы хотите в классе, если вы не можете совершенно внимание детей удержать? Ни сыграть, ни заинтересовать. Так что вы хотите-то? Дворку вы ему ставите? Тот, который вам вот так вот сел и сыграл? Сразу же по слуху, то, что вы тут на пластиночке включили. Я говорю, да ставьте вы ему хоть ноль. А вы кем работаете? Она мне говорит, как сейчас, помню. Я говорю, я в кафе посуду мою, я посудомойка. Повернулась и пошла чуть-чуть. Я там, в общем, меня всю там клокотала. Но я помню очень хорошо, что я сказала, что я посудомойкой в кафе работаю. И все. И как-то он у меня, не знаю, то ли ходил, я уже сейчас не помню, то ли не ходил на эту музыку. То же самое с преподавателем по русскому языку. Он пишет без ошибок. Но всегда была тройка по русскому языку. Всегда. Меня вызывает учительница по русскому языку. Он у вас не учит правила. Он у вас ничего не знает. Он у вас безаламерный. Я говорю, простите, простите, подождите. А пишет он с ошибками? Нет, он пишет абсолютно без ошибок. Она мне говорит. Я говорю, так а зачем ему правила учить? Как? И вы, мама, и вы так рассуждаете. Я говорю, вы знаете, что-то я вот так вот рассуждаю. Вот что-то как-то вот мне совершенно все равно. Знает он правила, не знает. Главное, что он грамотно говорит и пишет без ошибок. По-моему, это самое главное должно быть для вас, как для преподавателя русского языка, словесности. Что у вас грамотный ученик. Он не делает ошибок. Он их просто не делает. Вообще он их никогда не... Он с трех лет, понимаете? У него фотографическая память. Вот он читал с трех лет книги. Я думаю, откуда у него... Он не делает эти ошибки-то. А он с трех лет читал книги. Видел, как все это пишется. И запоминал, наверное, так. Но он их не делал никогда, ошибки в словах. Даже я иногда порой говорю. Влад, а как вот это слово? Мама, ну ты что? Вот бывает, меня клинанет. Я у него спрашиваю. Ну сейчас-то уже интернет есть. Можно там проверить. А раньше-то его не было. И я у Влада спрашивала, как написать. Ой, так что у меня с этой школой... Это какое... Это вообще... Я туда вообще не ходила. На собрание я не ходила. Я работала на четырех работах. Муж у меня покойный очень сильно болел. Я тянула однолямку. Мне было некогда. И поэтому, когда эти деньги... Принесите тот и другой. Я вообще не обращала внимания на все эти записи. У меня голова была занята совершенно другим. Мне неинтересно было всегда, кто там будет сторожить моего сына. Кто там будет чего там, где пальто, куда сдавать. Какой брелочек там повесит. Какая красочка там, какая полочка. Мне было совершенно все равно. Абсолютно все равно. И не было у меня никаких проблем. Закончили школу прекрасно. С хорошими аттестатами. Прекрасные парни. Работают свое предприятие. Талантливейшие мальчишки. И вы не переживайте. Оставьте вы в покое все вот эту тягомотину. Вот, плохо отнесутся. Вот, а что я как... А что я не как все? А давайте-ка я как все. А что я буду выделяться? Ну, это ваше личное дело. Не хотите выделяться? Несите эти 15 тысяч. Давайте, ладно, 5... Слушай, по-моему, даже больше. Что-то я говорю? Нет, 15. По-моему, 15. С ума сойти. И всем поголовно подарки. И всем. Ну уж нет. Ну уж нет. То, что сейчас уже все-таки действительно будут предметы платные. Это что-то. Не знаю, тут чего мы там докатимся. Но вот эти поборы были, есть и будут всегда. А родители? Были, есть и будут разными. И мой вам совет. Вам есть куда потратить свои кровно заработанные. Подумайте об этом. И потом давайте так. Есть же... Можно же очень легко посмотреть, да? Посчитать. Посмотреть по смете. Сколько будет стоить праздник у ребенка. Вы не хотите лишать ребенка праздника. Я вас прекрасно понимаю. Он хочет вместе со всеми покинуть выпускной вечер. Ну так давайте, давайте разграничим. Давайте прямо вот графа расходов. Сели с учительницей и сказали. Вы знаете, я не согласна с тем, чтобы сдавать деньги на подарки всем учителям. Я категорически против. Вы можете меня осуждать, вы можете со мной не соглашаться, но это мое мнение. Вы мне, пожалуйста, статью расходов по конкретно выпускному застолью, по празднику, где будет культурно-развлекательная программа и где будет кушание, яство для моего сына, для моей дочери. Вы мне вот эту графу расходов, пожалуйста, покажите. Почему мы боимся, родители боимся спросить у педагога, показать вот эти вещи? А чего боитесь? Это ваши заработанные деньги. Пусть она вычленит. Вот такая-то сумма, значит, они хотят всем подарки сделать. Делайте. Делайте. Да еще какие-то дорогущие-то подарки. Я все время удивляюсь. Это что-то это, комбайны, посуда. Сейчас одна кастрюля только стоит 3 тысячи. А их там 30 человек, учителей. Каждый по 3 тысячи кастрюли. Ничего себе, почти сотни. 100 тысяч. Да, они кастрюли. Какие-нибудь чеплашки там. Сумасшедшие дорогие подарки. Сумасшедшие. И пусть она вам скажет. А ведь они же даже не считают нужным это делать. Просто в кучу сбавахнули по 15 тысяч, а потом начинают там. Мы делили апельсин, много носа, он один. Вот, как в песенке поются. Пусть она вам скажет. Вы скажите, я не хочу ребенка лишать праздника. Вы мне скажите, сколько нужно за этот праздник внести. И опять же, она мне звонит, когда мы с ней разговариваем. Я веду эти праздники. Я знаю, сколько стоит программа. И сколько стоит стол. Я их веду. Я говорю, Оля, нет таких цен. Это же все завышено до невероятности совершенно. Просто до безобразия. Да ладно, Наташа, да ладно. Я все говорю, Оля, я не знаю, одна ростит. Одна. Маму недавно похоронила. Я говорю, слушай, Оля, ну неужели тебе эти деньги некуда деть, а? Есть, говорит, куда? Есть, Наташа. Ну что же я, говорит, буду с вами. Ей неловко. Ой. Тяжелая тема это, понимаете, тяжелая. И вы сейчас тоже вот рассуждаете там, да нет, лучше я уж отдам там и все. Нежели богато нечего начинать там. Ну возьму в долг. Потом постепенно рассчитаюсь. Все-таки ребенок у меня один раз выпускается из школы. Один раз, значит, этот праздник. Я все понимаю. Да, один раз. У нас все один раз. И в школу, и в детский сад один раз. И, значит, началка один раз. Ничего не повторяется. Этот миг прошел и все. Но меня больше всего выбило вообще вот из колеи, что в обязательном порядке всем учителям подарки. А я вот когда училась в школе, у меня такие воспоминания нехорошие. Ну такие у меня единственный светлый луч в моей памяти. Это моя первая учительница, Надежда Лаврентьевна. Но это же было чудо просто какое-то. Сама доброта. Мне не надо никуда собирать. Мы к ней уже после того, как школу закончили, мы к ней приезжали. Привозили ей подарки. И радовалась она, как нашим встречам. Ничего не надо было. Никаких поборов. Мы сами ехали к ней. Нас ноги туда несли. Мы хотели этого. Это было от чистого сердца. А ведь это-то все. А это все, потому что так надо. Нифига не надо. Нифига не надо. Праздник праздником. А вот эти вынужденные подарки, это не для меня. А вы уж там, как хотите. Все. Поделилась, рассказала. Пока. Счастливо. Продолжение следует.